Актеры сериала «Меч» Шухрат Иргашев сыграл в первом сезоне роль Геннадия Муратова, полковника, а затем генерала милиции. Актер довольно активно снимался в российском кинематографе. На его счету более 100 сыгранных ролей в кино и сериалах. Шухрата Иргашева можно увидеть в лентах «Говорящий родник», «Камила», «Под маской черной кошки», а также в сериалах «Боец», «Псевдоним албанец», «Гражданин начальник» и во многих других. С 1968 года и до конца жизни актер служил в Русском драматическом театре Узбекистана. Шухрат Иргашев ушел из жизни 17 сентября 2021 года. Ему было 76 лет. Игоря Алексеевича Комина сыграл Владимир Яковлев. Актер был востребован в своей профессии, но часто играл небольшие роли. За время творческой деятельности Владимир Яковлев сыграл больше 150 ролей в кино и сериалах. К примеру, актера можно увидеть в фильмах «Глухарь», «Интерны», «Проклятый рай», «Последний мент», «Молодежка», «Тихая охота» и во многих других. Владимир Яковлев играл на сцене театра «Модерн» и «Малого театра». Актер скончался 27 августа 2021 года. Ему было 63 года. Ольга Гостемилова сыграла Галину Сергеевну. В кино актриса начала сниматься в 2006 году. Всего она сыграла более 20 ролей, и все они были небольшими. Ольга Гостемилова снималась в фильмах «Огонь любви», «Обручальное кольцо», «Глухарь», «Серафима прекрасная», «Топтуны» и в других. Актриса ушла из жизни 19 октября 2015 года. Ей было 62 года. Игоря Павловича Говорова сыграл Александр Якунин. Актер сыграл всего 13 ролей. Почти все они были в сериалах, например, в таких как «След», «Висяки», «Универ» и в других. Роли Александра Якунина были небольшими и многим просто не запомнились. Точная дата смерти актера неизвестна. Ясно только то, что его не стало в 2011 году. Работника телецентра Светлану сыграла Наталья Оленина. Актриса сыграла в кино более 40 ролей, начав сниматься в 1986 году. Наталью Оленину можно увидеть в фильмах «Кафе-клубничка», «Безмолвный свидетель», «Универ Новая общага», «Обручальное кольцо», «Глухарь», «След» и в других. Актриса ушла из жизни 6 мая 2020 года. Ей было 57 лет. Бойца «Альфы» сыграл Руслан Спиридонов. Актер первый раз появился на экранах в 2004 году, сыграв в эпизоде фильма «Кожа Саламандры». Также Руслан Спиридонов снялся в фильмах «Адъютанты любви», «Хиромант», «Обручальное кольцо», «Биголь» и в других. Всего в фильмографии актера 14 работ. Помимо этого, с 2002 по 2011 год Руслан Спиридонов играл на сцене театра «Модерн». Актер ушел из жизни 8 января 2012 года. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Руслану Спиридонову было всего 35 лет. Урна с прахом актера захоронена в Колумбарии в Веденского кладбища. Мать Самариных во втором сезоне сыграла Людмила Князева. Всего в фильмографии актрисы насчитывается более 50 ролей в кино и сериалах. В основном Людмила Князева снималась в эпизодических и второстепенных ролях. Среди ее работ роли в лентах «Ольга», «Глухарь», «Универновая общага», «Такая обычная жизнь», «Москва-три вокзала» и в других. Многим Людмила Князева была известна благодаря роли в шоу телеканала ТНТ «Наша Раша». Актриса покинула этот мир 17 ноября 2020 года. Людмиле Князевой было 82 года. Александра Ивановича Карасева сыграл Александр Курицын. Он долгое время работал на радиостанции «Звезда» в Москве, снимался в кино, а также играл в театре. В фильмографии Александра Курицына более 40 работ. Он снялся в фильмах «Особый случай», «Пятницкий глава 2», «Дело чести», «Коммуналка», «Солнце в подарок», «Оптимисты» и в других. Актер ушел из жизни 2 сентября 2016 года. Ему было 65 лет.